Друзья, приветствую! Артем из Новосибирска прислал образцы масла Motorcraft Synthetic Blend 520 это последний допуск PLSAKU GF6 SP. Вот описание. Масло, автомобиль, условия эксплуатации, какие-то пояснения. Распечатка с сайта. Здесь понятно кислотного щелочного, традиционно для импортных масел нет. Есть некоторые другие показатели. Это такая же страничка с переводом на русский. Давайте я вскрою, посмотрю и можно будет приступать к созданию эталона и проверке отработки. Две баночки, свежая и отработка. В общем-то достаточно чистенькие. Вот на свежем вы видите написано, что это у нас Motorcraft 520. Приступим. Так, болванку я заранее подготовил. Сейчас закладываю пару капель, чтобы обновить спектрограмму на болванке. Под данное масло вот такая спектрограмма. Видите, практически нет пиков эстеровых. Судя по вот этому горбику, это не более процента. Процент может быть 1,2, но такое минимальное содержание. Выбираю данное масло. Вот оно, synthetic blend. Смотрим, что получилось в результате обновления спектра. Смотрите, 90% по противоизносной присадки чуть меньше, чем в 0,30 от Castrol, который служит, значит, заготовкой для болванки. Так, ну, гликоль здесь, понятное дело, надо выставить в нули, чтобы потом видеть изменения. Сажу, если отрицательные значения, как правило, да, там 1-2 сотки есть. И обратите внимание, я даже здесь не стал трогать ни кислотное, ни щелочное. Мне кажется, они очень достоверные. Кислотное 1,63, а щелочное 7,2. То есть для Elsaka 6 очень похожие показатели в районе 7. Видите, да, все, значит, это, на мой взгляд, прибор определил точно. Я сохраняю. Ну и можно приступать. Это Ford Explorer полноприводный, 2008 года. Двигатель V8 4.6, 3 тонн серии, почти 300 сил, чип-тюнинг, катализаторы удалены, объем масла 5,7 литров, общий пробег почти 200 тысяч километров, пробег на масле 5 тысяч километров, примерно 200 моточасов и каждые 100 моточасов литр масла доливается. 92 Газпромнефть. Так, по противоизносной присадкам 77 процентов, нормально. Значит, нитрование, смотрите, растет 28,1, то есть прилично нарастает нитрование. Сажи не так много. Значит, щелочное опускается 2,8 и 2,4 кислотное. В общем-то, практически сработалось масло. Ну и виной тому вот желтая строчка, на мой взгляд, ускоренному с ускоренной сработки масла, значит, повлияло нитрование. Фильтр Артем меняет вместе с маслом, поэтому вряд ли это фильтр. Но, учитывая, что есть доливка, скорее всего, есть прорыв картерных газов, которые и окисляют в картере ускоренно масло. В общем-то, приличный уровень. Это получается литр на каждые две с половиной тысячи, примерно по этому самому. Плюс средний расход высокий 18-20 литров на 100 километров. Вот. И масло использовалось, я там не дописал, слишком много уже было, с сентября по январь 2002, с сентября 2001. Так, давайте посмотрим, что произошло с вязкостью. А с вязкостью тоже видим, да, скорее всего, вот это вот увеличенные зазоры в поршневой и через них много топлива попадает в масло, в картер. Хотя, Артем написал, что периодически два раза там в неделю он прожигает хорошенько масло, значит, двигатель прогревает, держит обороты высокие, ну и такое. Да, не забывайте отметить видео, подписаться на канал, нажимать колокольчик, так вы не пропустите новые видео и поможете продвижению канала, контента. Ну, а сейчас традиционно оценка ресурса. И посмотрите, значит, ресурс по моющим нейтрализующим свойствам. Это 215 моточасов я насчитал, 5400 примерно километров. По нейтрованию тоже очень такой не очень результат, около 270 моточасов. Но вот я считаю, что нейтрования, обычно нейтрования где-то фильтров воздушного хватает на 400-500 моточасов, ну вот так по опыту. Вот. А здесь, видите, 272 раза меньше практически. Ну и по вязкости тоже 377. Видно, что много топлива. Здесь, может быть, даже не сами форсунки льют, а именно зазоры и влияют. Не знаю, насколько критично сменить вязкость. Мне кажется, если чуть-чуть поднять вязкость, в принципе, учитывая то, что катализаторов нет. Смысла в таких допусках особо не вижу. Ну и, может быть, там какие-то фазовращатели или что-то такое, что требует такой низкой вязкости. А так, двадцатка будет просто усиленно выгорать, на мой взгляд. Здесь бы, конечно, какое-нибудь использовать полнозольное, вот, с большей защитой. Ну, подчеркну, я не знаю особенности этого мотора. Да я и не моторист, честно говоря. Поэтому сложно тут советовать. Но, может быть, стоит проконсультироваться с мотористами какими-то квалифицированными. У дилера, там, например. Или посмотреть мануал, что мануал. Если мануал допускает, например, какой-нибудь, я не знаю, там 540-040. Почему бы нет? Я думаю, что и расход уменьшится, не кардинально, но уменьшится. Вот. И все-таки будет защита лучше двигателя. В данном случае достаточно такое неоднозначное столько топлива. Не очень хорошо. Это для несущей способности масляной пленки. Она ослабевает и в каких-то режимах там напряженных, например. Вот. Может даже случиться самый неприятный разрыв масляной пленки и мгновенное повышение температуры в точке контакте. И там приваривание, например. Не дай бог, конечно. Не желаю. Ну, вот такой получился тест. Такое масло из этого автомобиля. Благодарю Артема за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Да, не забывайте, на Яндекс.Дзене, Алдар Хосе тоже есть в Телеграме. Я тоже завел канал. Тоже Алдар Хосе по-английски без пропуска. Вот. Так что, ну, не знаю. Подписывайтесь. Еще раз всем удачи. Пока.